В Сирии представители патриотической оппозиции и общественных организаций создали инициативную группу, которая займётся разработкой проекта новой конституции страны и вынесет его на всенародные обсуждения. Об этом шла речь на встрече на авиабазе Хмеймим. Там располагается российский центр по примирению враждующих сторон. Участники переговоров также заявили о готовности к широкому межсирийскому диалогу под эгидой ООН и ещё раз подчеркнули, что военного решения конфликта в Арабской Республике быть не может. Мы готовы к участию в широком межсирийском диалоге под эгидой ООН в Женеве. Мы считаем невозможным военные решения в Сирии и подтверждаем необходимость политического урегулирования, как это предусмотрено положением Вена-2 и резолюции 2254 Совета безопасности ООН. Мы берём на себя обязательство завершить разработку проекта новой конституции в кратчайшие сроки. Мы призываем все патриотические движения, партии и организации присоединиться к этой работе и приступить к восстановлению доверия. Ну вообще призывы к миру сейчас звучат по всей Сирии, например, в провинции Хама, где прошёл сход представителей военизированных, религиозных и общественных групп региона. Репортаж Алексея Баранова. О том, что на этом сходе будут представлены практически все, без исключения слои жителей провинции Хама, видно невооружённым глазом. К началу собрания съезжаются и военные, и шейхи, и мулы, и христианские священники, и люди светских профессий, врачи, учителя, инженеры. Люди пришли к пониманию, в этой войне, развязанной не нами, народ в любом случае проиграет. Необходимо бороться с теми, кто убивает нас, кто обманул нас изначально. В зале около тысячи человек. В руках у многих государственные флаги Сирии и портреты президента Башара Асада. В этом зале собрались представители почти ста населённых пунктов провинции Хама. Здесь руководители местных администраций, старейшины. Это ещё не подписание договора о перемирии, однако начало внутрисирийского диалога, который во многом стал возможен благодаря работе российских офицеров-переговорщиков. Собрание начинается с минуты молчания в память о погибших от рук боевиков сирийцах. Выступить без ограничения времени дают каждому желающему. Зал, а в нём собрались представители ещё недавно, как минимум непримиримых, а подчас и вовсе недружественных селений, слушает выступающих в полной тишине. Мы будем делать всё, чтобы договориться и обрести, наконец, было единство. Сегодняшняя встреча – первый шаг к тому, чтобы на всю территорию нашей провинции вернулся мир. Российские офицеры-переговорщики – главные посредники в этом вопросе. Глава группы перемирия в провинции Хама, российский офицер Герман Руденко, рассказывает, понимание о необходимости такого всеобщего народного схода пришло в самом начале работы. Для каждого населённого пункта, для каждого региона здесь необходимы свои индивидуальные подходы. В принципе, все условия решаемы. Некоторые, конечно, требуют более тщательного подхода, скрупулёзного. Но в целом, я думаю, что мы продолжим подписание мирных соглашений с населёнными пунктами.